дорогие друзья всем доброе утро поскольку я и так не сплю я хочу подарить вам полезный ритуал потому что чтобы в жизни не случилось и как бы жестоко это не звучало но жизнь продолжается люди должны жить творить подниматься то что я сейчас снимаю на эту мне две причины во первых хочу немного отвлечься от грустных мыслей потому что есть повод этих мыслей сейчас не самый подходящий момент в мире творится черти то но в то же самое время вот это бедное создание которое весь день ждет своей очереди и я хочу показать и выпустить его потому что он устал там сидеть это мышь у него с ножкой там что-то не то немного хромает я на днях хотела вам показать ритуал с мышью думала где помнишь поймать или купить кстати вы можете купить и поймать как хотите и выхожу и смотрю рыжик там с кем-то играет увидела этого малыша схватила вытащила из пасти и вот посадили мы сюда кинули ему там вкусности всяких он ест весь день и и всеми силами пытается выбраться вот мне немного стало совестно что я мучаю это животное и решила все-таки провести раз уж решила выпустить мышу мушак вахана начнем с того что ганеша открыватель дверей бог мудрости богатства я давала вам ритуал из ганеша и объясняла кто он дорогие друзья дорогие друзья поскольку порвать и которая перевоплощалась в дургу и в в кали порвать и купалась и в этот момент неподходящий приходил муж шива ей было неудобно она не любила когда он приходил без предупреждений поэтому она поставила у дверей мальчика которого слепила из глины дала ему дыхание и поставила как хранителя своих дверей когда шива пришел он решил открыть двери а мальчик этот сказал что его мать великая богиня велела никого не впускать шива разозлился стал отправил к нему своих воинов ганеша их убил и откинул в сторону тогда тогда шива разгневанный в ярости оторвал ему голову и в этот момент открыла дверь порвать и и когда она увидела убитого мальчика то пришла в ярость превратилась в кали начали и и пригрозила что если муж не вернет его к жизни то она обрушит на его голову все мироздание а поскольку муж выкинул голову мальчика то он приказал своим слугам срочно найти голову живого существа и привезти и вот его помощники забрели по всему миру начали искать никого не могли найти увидели только слоненка который шел им навстречу они оторвали ему голову а самого кинули в реку мудрости где у него выросла новая голова слоненок ушел своей дорогой а они голову принесли отдали шиве и шива приклеил то есть посадил эту голову на этого мальчика и вот получился такой полубог с головой слона слоненка и назвал он его открыватель дверей и нарек своим названным сыном ганеши и вот с тех пор люди идут к нему в храм и просят его о помощи просят открыть дороги казалось бы такое красивое необычное божество экзотическое но все кто делал ритуал ганеши говорят что после этого у них появились новые возможности многие говорили что приобрели дома и прочее прочее так вот ганеши ездит на мыши мушак вахан или вахана на огромные мыши мышь имеет в разных культурах разные значения например у славян мышь являлась посланником темных богов потому что знала где обитают мертвые имела возможность углубляться на дно но в индуистской культуре мышь является носителем богатства потому что мышь знает глубинные тайны мироздания знает где сокровища зарыты и следовательно индусы считают что мышь своей мудростью прозор да своей хитростью прозорливостью может найти сокровища и направить в их жизнь в храме ганеша огромное количество мышей люди их кормят они считаются священными и прочее прочее так вот в древние времена кидали мышь сокровищницу или в сундук с украшениями что-то просили и отпускали и вот на основе этой индуистской традиции я хочу вместе с вами провести этот ритуал мышь аквахана с мышью если кто-то боится мышей конечно им не следует их трогать я например не боюсь их особенно такого мышонка красивого маленького собственно говоря вот берете свои украшения различные не бижутерии естественно или золото или серебро с камнями берете мышь но огромного мыша не надо брать или покупать потому как сами понимаете что это это создание может убежать вытаскиваете эту нервную мышь отсюда которая хочет слинять любыми путями надо сделать так чтобы он не остался потом у меня дома иди сюда все трындец убежал сволочь иди сюда тебя завтра рыжик съесть дурачок ты ой ужас где его сейчас так и знала что улетит сволочь маленькая все он спрячется он не выйдет теперь надо будет этого мыша как-нибудь словить погодите секунду я попробую все так его вытащить оттуда ну-ка иди сюда сейчас секунду жалко его потому что рыжик его съесть завтра вот ты сволота где ты здесь то мыша вот чувствовала что он убежит но но ужас где же он есть где-то он внизу ладно веклам то я вам покажу без мыша а завтра он опять его поймает и съесть вот дурачок хотела его выпустить сам себе смертный приговор подписал мышь иди сюда твою дивизию такой маленький все убежал куда-то ладно хрень с ним где-нибудь выявится главное его не задавить потом ну ничего забьется в угол завтра будет подметать найду принципе то ничего не сделает тут только жаль потому что рыжик его завтра поймает в любом случае у них завтра здесь найдет ладно раз уж он дурак так тому и быть надо было осторожнее вытащить просто сама виновата не уследила в общем кидайте мыша суда пока без мыша проведем а потом мыша будем искать закрывайте ну оставляйте естественно воздух чуть-чуть дышать и читайте десять раз после чего мыша или мышонка надо будет отпустить на улице ну попробуйте отпустить таком месте чтобы никто не поймал то есть побезопаснее чтобы он ушел читать нужно таким образом о великий ганеша бог мудрости и богатства можно его статую поставить извиняюсь что перебила но здесь сейчас я не взяла о великий ганеша бог мудрости и богатства даритель богатств покровитель талантов о ганеша я передаю тебе свою просьбу через твоего мужа кавахана он знает глубинные тайны мироздания знает где сокровища мира о ганеша прикажи своему мужа кавахана дойти до тайной сокровищницы и направить ко мне богатство всего мира пусть столько отправит мне разных сокровищ чтобы дом мой был полон и сундуки и закрома о муша кавахана не я приказала а великий ганеша тебе приказал исполни то что я попросила что я пожелала заклята в основном этот ритуал действует на то что начинает дарить такие или накапливаются деньги на скажем так важные такие вещи или начинает дарить деньги на то чтобы ты приобрел что делает мышь мышь все тащит свою нору то есть забирает к себе да собирает вот то же самое с этим заговором с этим ритуалом постепенно вашу жизнь ваш дом приходит и там собирается имущество либо деньги чтобы вы могли это имущество приобрести либо подарки но это крупные подарки то есть они будут постепенно накапливаться вы пойдете купите потом снова снова и так вот до бесконечности давайте еще раз прочитаем о великий ганеша бог мудрости и богатства даритель богатств покровитель талантов о ганеша я передаю тебе свою просьбу через твоего мужа кавахана он знает глубинные тайны мироздания знает где сокровища мира о ганеша прикажи своему мужа кавахана дойти до тайной сокровищницы и направить ко мне богатство всего мира пусть только отправить мне разных сокровищ чтобы дом мой был полон и сундуки из окрома о мушакова хана не я приказала а великий ганеша тебе приказал исполни все что я попросила что я пожелала заклята прочитайте десять раз я не буду десять раз читать открываете и берете можешь невидимую данный момент и отпускаете и через некоторое время у вас начинает накапливаются деньги конечно ритуалы разные разного типа для разных моментов рассчитаны но для чего это делается это делается если понимаете как у человека у каждого человека есть то есть своя энергетика свои особые предпочтения даже национальность влияет даже принадлежность определенным этносу поэтому огромное количество работ человек может пробовать все или различные пока не поймала все товарищи я выпущу его не съест его рыжик вот он это масяня но я его сейчас сундук не положу у него аж сердце бьется от страха потому что если в сундук положу потом он выскочит я уже не поймаю эту сволочь сейчас я его сюда закину закрою и потом отправлю раз такое дело да потому что жалко если рыжик поймает то ему хана вот он понял что некуда идти вышел туда давайте я ему прочитаю все таки мышонку да о великий ганеша бог мудрости и богатства даритель богатств покровитель талантов о ганеша я передаю тебе свою просьбу через твоего мужа кавахана он знает глубинные тайны мироздания знает где сокровища мира о ганеша прикажи своему мужа кавахана дойти до тайной сокровищницы и направить ко мне богатство всего мира пусть столько отправит мне разных сокровищ чтобы дом мой был полон и сундуки и закрома о мужа кавахана не я приказала а великий ганеша тебе приказал исполни все то что я попросила что я пожелала заклято о прислушивается замолчал видите молча послушал потом его надо отпустить да 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 вот так вот дорогие друзья вот проведите пускай вашей вашей коллекции будет еще один необычный и полезный ритуал я пойду этого товарища отпущу то жалко его здесь пропадет всем удачи